В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте! И далее о главных событиях в воскресенье. Вступление Украины в НАТО обсудят на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Кроме того, в Германии президенты Зеленский и Байден проведут переговоры. Уже два месяца ВСУ контролирует часть Курской области РФ. Президент Украины уверен, что эта операция имеет стратегическое значение и поможет Киеву справедливо закончить войну. Против эскалации и за укрепление международного единства. США призывают Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в ответ на ракетный обстрел. «Израильтяне имеют полное право отвечать на жестокие нападения на них, причем не только со стороны иранцев, но и со стороны всех – Хизбалуих, Уситов и так далее. Но дело в том, что они должны быть гораздо более осторожны в отношении жертв среди гражданского населения». «Газпром» – самая убыточная компания в России по итогам прошлого года. Санкции Запада ставят под вопрос перспективы развития газодобывающей отрасли РФ. «Как предприятие настолько убыточное может продолжать жить, а я вам расскажу, они будут брать из бюджета, они будут воровать у собственного народа». Войска Российской Федерации ударили по Константиновке Донецкой области. Вследствие атаки один человек погиб, двое ранены. Об этом сообщает областная военная администрация. Российские оккупанты сбросили на город три управляемые авиабомбы. Повреждены две многоэтажки, админздание, магазин, кафе, банк, почта и линия электропередачи. 20 ракет различных типов, более 800 управляемых авиационных бомб и почти 400 ударных БПЛА различных типов применила Россия против Украины за прошлую неделю. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он также опубликовал кадры с последствиями российских атак, совершенных в разных регионах Украины. «Этот ежедневный воздушный террор можно остановить. Для этого необходимо единство партнеров и дальнобойность. Это поможет ежедневно беречь жизнь украинцев. На следующей неделе в рамках Рамштайна продолжим над этим работать с партнерами». Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Украина получит от Израиля систему раннего оповещения о ракетных ударах и атаках беспилотников. За ее внедрение отвечает украинская сторона. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаил Бродский. Он подтвердил, что Израиль выполнил все свои обязательства и предоставил все обещанное. О том, что Израиль работает над передачей Украине системы раннего предупреждения о воздушных атаках, стало известно в 2023 году. Она способна выявлять запуски ракет и беспилотников, рассчитывать траекторию их полета и с высокой точностью вычислять координаты места падения. Это сужает радиус потенциальной опасной зоны для людей в момент обстрела. Также система определяет, сколько у находящихся под угрозой жителей есть времени на поиск укрытия. Страны НАТО на заседании контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс, пишет The Washington Post. На встрече 12 октября в Германии глава украинского государства Владимир Зеленский представит план победы. Саммит пройдет с участием президента США Джо Байдена. В издании отметили, шаги на пути к будущему членству в НАТО могут не удовлетворить срочные запросы Киева. Однако это станет важным сигналом для Украины. И президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Джо Байденом на заседании в формате «Рамштайн» 12 октября. Об этом сообщили в Белом доме. Переговоры пройдут в Германии на уровне лидеров контактной группы по вопросам обороны Украины. Там лидеры двух стран рассмотрят ход консультаций и скоординируют действия международных партнеров по оказанию дополнительной помощи Украине. Кроме того, Джо Байден будет председательствовать на заседании в формате «Рамштайн», чтобы лично скоординировать усилия более чем 50 государств, которые поддерживают Украину. Ядерный шантаж Кремля больше не пугает лидеров стран Запада, пишет журнал «Тайм». Путин четко осознает, что его так называемые «красные линии» игнорируют. Но упрямо продолжает их рисовать. В конце сентября российский диктатор заявил о необходимости внести изменения в ядерную доктрину страны и снизить порог применения ядерного оружия. Так, Путин считает, что в случае широкомасштабной атаки с применением обычных вооружений, ракет или беспилотников, Россия может ответить атомной бомбой. Подробнее в материале. С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Москве неоднократно заявляли о готовности применить ядерное оружие против Украины. Российские пропагандисты постоянно грозят ядерной бомбой европейским столицам и Вашингтону за поддержку Киева. Очередная порция ядерного шантажа призвана удержать союзников Киева от разрешения Украины на использование западного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам вглубь территории Федерации, считают эксперты. По моему мнению, существует прямая взаимосвязь между тем фактом, что правительство США и Великобритании рассматривают вопрос о том, разрешить ли Украине использовать американские и британские ракеты для атаки в глубине России. Здесь есть прямая связь, и Путин говорит, просто прекратите это прямо сейчас, прежде чем продолжать размышления по этому вопросу, потому что это будет иметь очень ужасные последствия. Такая риторика больше не пугает лидеров стран Запада. После того, как Европарламент принял резолюцию с призывом предоставить Украине оружие и дать разрешение на его применение по военным целям на территории России, председатель Госдумы Володин заявил, что это, цитирую, приведет к мировой войне с применением ядерного оружия. На это премьер-министр Дания Мэтта Фредериксон в интервью Тайм отметила, что единственная красная линия, которую она видит в этой войне, уже была пересечена, когда Российская Федерация напала на Украину. Взвешенная реакция соответствовала растущей тенденции среди западных чиновников. Для многих из них Владимир Путин стал похож на мальчика, который слишком часто кричал о ядерном оружии, притупляя влияние своего собственного ядерного сдерживания и позволяя многим европейцам избавиться от страха перед ним. Из публикации журнала «Тайм». Очередные ядерные угрозы Кремля президент Европарламента Роберто Мэтцоло назвала типичной реакцией и конфронтацией. То, как мы реагируем, является лакмусовой бумажкой нашего политического поколения. Теперь для меня и европейского парламента ответ ясен. Мы будем, мы должны поддерживать Украину и будем делать это столько, сколько потребуется. Теперь это не случай альтруизма и это не игра на публику. Кремль активизировал ядерную риторику, чтобы шантажом воздействовать на президентские выборы в США, допускают эксперты. Цивилизованные страны, которые являются нашими партнерами, союзниками, должны всячески демонстрировать, именно публично демонстрировать, что эти страшилки, пугалки Кремля не действуют. Соответственно, я очень ожидаю, что в связи с, ну, когда окончатся президентские выборы, тогда публично будут заявлены о поддержке, возможности, разрешения всех, которые необходимы для дальнобойной американской и натовского оружия, чтобы бить по любой территории, по которой диктуют реальные войны. Несмотря на агрессивную риторику Москвы, аналитики Американского института изучения войны считают, что Кремль не рискнет использовать свой ядерный арсенал. По их мнению, угрозы Москвы направлены на сдерживание западной помощи Украине. Президент Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Сырским о ситуации на фронте. На следующей неделе военные будут работать с партнерами над деталями плана победы, который предоставят на встрече формате Рамштайн. Об этом глава государства рассказал в вечернем видеообращении. Был доклад о текущей ситуации на фронте. Покровское направление, Кураковское, Лиманское. Главком вместе с другими военными, с представителями Министерства обороны на следующей неделе будут работать с нашими партнерами относительно деталей плана победы, военных пунктов плана и стратегических о безопасности. Я отправил наших представителей в Вашингтон. Начальника генштаба Баргилевича и вице-премьер-министра Стефанишину. Также был доклад по Курской операции. Сегодня два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и дальше помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут выжимать войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война им ничего не даст. И, конечно, хочу поблагодарить всех наших ребят, каждое подразделение, которое делает все, чтобы пополнять обменный фонд для Украины. Более полу сотни боевых столкновений произошло на фронте с начала суток. Подробнее о ситуации на передовой смотрите в сводке генерального штаба ВСУ. В Украине отмечают День сил территориальной обороны. Впервые такие подразделения появились в 2014 году. Поздравил военных главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, в ряды сил теробороны с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины стали фермеры, учителя, бизнесмены, актеры, журналисты, строители, программисты, ученые. Все они приняли решение защищать родную землю. Подразделения и части ТРО с первых дней, не теряя ни минуты, приняли бой с российскими оккупантами в окрестностях родных для них Киева и Чернигова, Сум и Харькова, Херсона и десятков других украинских городов и сел. Впоследствии тысячи украинских защитников и защитниц в составе бригад и батальонов теробороны из разных уголков нашего государства двинулись к востоку и югу отражать нашествие коварного противника. Воины ТРО неоднократно доказывали и продолжают подтверждать свою эффективность и мастерство непосредственно в боях на самых горячих направлениях фронта. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, Фейсбук. Тем временем на фронте, в частности на Лиманском направлении, противник пытался потеснить украинские войска с позиций вблизи Дружелюбовки, Невского, Заречного, Торского и Григорьевки. На Покровском бои шли, в районах населенных пунктов Мирноград, Лисовка, Крутой Яры, Селидова. На Кураховском направлении захватчики атаковали вблизи Цукурина, Георгиевки и Константиновки. Враг пытается максимально, несмотря на погоду, несмотря на огромные потери, пытается растянуть наши войска по всей линии боевого столкновения. Мы видим, что враг пытается формировать штурмовые группы для того, чтобы, опять-таки, атаковать те направления, которые, ну, скажем так, были относительно спокойны. Это Запорожье, Ореховское, Гуляйпольское. Пока здесь работает больше авиация вражеская, очень серьезно работает. Украинские военные отразили российскую механизированную атаку в районе Константиновки на Кураховском направлении. Об этом сообщила 79-я отдельная десантно-штурмовая таврическая бригада. Бойцы сожгли два российских танка и шесть бронемашин с пехотой. И еще один танк вывели из строя. Также, по данным 79-й бригады, 20 российских оккупантов, которых бросили на штурм, ликвидированы. И еще 25 получили ранения. Российский зенитно-ракетный комплекс ОСА нашли и уничтожили воины спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Крыла. Стоимость этого автоматизированного ЗРК – 10 миллионов долларов. Комплекс является всепогодным и предназначен для прикрытия сил танковой дивизии. Он оснащен четырьмя зенитными управляемыми ракетами. На вооружении РФ состоят более 400 таких машин. Курской операции два месяца. 6 августа началась тайная операция Вооруженных сил Украины. Это было первое военное вторжение на территорию России со времен Второй мировой войны. В результате на сегодняшний день украинские войска контролируют около 1200 квадратных километров территории. Продвижение ВСУ было стремительным. Российские спутники, беспилотники и другие средства разведки не увидели скоплений войск. Также в ходе операции разрушались мосты через реку Сейм, чтобы отрезать основные пути доставки боеприпасов. Мы сейчас оттянули большие ресурсы врагам. Примерно 55 тысяч мы уже оценим по разным показателям. Это с новых учебных центров в России. Раз, это большая часть. Это с востока. В первую очередь с Харьковского, Запорожского, частично с Донецкого направления 2. Донецкого спецназа и некоторые технические огневые средства. С Калининграда, Ленинградской области 3. С Московского военного округа 4. То есть все то, что должно пойти на восток или там где-то сохранялось в плане ведения операции, оттянули очень мощно, сильно. Партизаны разведали воинскую часть 4-го полка радиохимической биологической защиты РФ в Крыму. Она расположена в Симферополе. Об этом сообщает движение «Отэш». Территория части, по данным партизан, ограждена высоким забором, который делает наблюдение за организацией работы невозможным для местных жителей. Однако агентам удалось проникнуть и установить места хранения специальной техники, организацию охраны, а также зафиксировать патрули и посты. Также успешно выявлены личности офицеров и их транспорт. За минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 1250 российских солдат. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери российской армии превысили 660 тысяч. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили за сутки три российских танка, 21 боевую бронированную машину, 55 артиллерийских систем. А также поразили 49 БПЛА и 101 единицу автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Очередное циничное военное преступление российских оккупантов. Захватчики расстреляли трех безоружных украинских бойцов в Нью-Йорке Донецкой области. Момент жестокого преступления зафиксировал беспилотник. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец обратился к ООН и Красному Кресту и призвал международное сообщество отреагировать на нарушение Женевской конвенции. Такие вещи недопустимы и являются нарушением прав человека. В то же время поведение российских военных толеруется их высшим руководством. Именно поэтому необходима фиксация и проверка каждого преступления и должное наказание. Дмитрий Лубенец. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека. В РФ пытаются любым доступным образом компенсировать недостаток людей на фронте заключенными, контрактниками, срочниками. Теперь дошла очередь и до подсудимых. Закон, позволяющий отправлять россиян на войну против Украины, прямо из зала суда. Госдума приняла в конце сентября. Его уже подписал Путин. Подробнее в материале. В России обнаружили дополнительный мобилизационный ресурс. Планируют отправить на фронт до 40% подсудимых. Если раньше это делали до заседания суда, или когда приговор уже вынесен, то теперь можно и на этапе рассмотрения дела. Добавили вот эту судебную стадию. То есть пока дело рассматривается в суде, тоже уже человек, являющийся обвиняемым, может подать ходатайство и заключить такой контракт в Министерстве обороны. По факту расширяются вот те стадии, когда такое подписание контракта может быть. По информации источников издания «Важная история», из каждого следственного изолятора, где преступники дожидаются приговоров, могут забрать до 100 подсудимых. Всего по России свыше 200 СИЗО. Таким образом, могут забрать около 20 тысяч человек. В СИЗО на 1 января этого года, 24-го, в России сидело 106 тысяч человек. Из них, конечно, некоторая часть – это подсудимые. Собственно, их и касаются новые законы. Большая часть – это подследственные подозреваемые. Поэтому, собственно, 40% скорее всего из подсудимых имеется в виду отправятся на фронт. Но это не так важно. На самом деле, это положение легализует то, что де-факто существует уже больше двух лет. Потому что впервые стали вербовать, мы слышали из СИЗО, летом 22-го года. Также источники, с которыми побеседовали журналисты, сообщили, что следователям и оперативникам за каждого добровольца обещают премии. Юрист Артем Клыга считает, что вербок о подсудимых необходима властям, чтобы не объявлять вторую волну мобилизации, которая может навредить рейтингу Путина. На это кинуто огромные усилия, конечно же, кинуто огромные деньги. Чего только стоит тот бюджет, который планируется потратить в 2025 году, далеко не на улучшение ситуации на служащих, на самом деле, а в том числе, ну, частично и на привлечение новых людей. Не исключено, что на подсудимых будет оказываться давление. Особенно по отношению к тем, кому не грозит большой срок. Ведь они могут решить, что в тюрьме безопаснее. Впрочем, условия содержания в СИЗО ужесточились. Да и следователи работают по-другому. Пугают арестованных огромными сроками. Российским полицейским, как мы знаем, дано указание. Это указание, это распоряжение, это их обязанность теперь новая. Вербовать просто задержанных. Мы уже знаем случаи отправки на войну людей, задержанных по подозрению в краже, там, двух банок тушенки. И сейчас создаются в тюрьмах заново невыносимые условия и пугают сроками с тем, чтобы люди выбирали именно свободу. Черт с ними с деньгами, черт с ним со всем. Главное на свободе, главное не имеет дела с российской тюрьмой. Тем временем российские солдаты жалуются, что на фронт отправляют без подготовки и снаряжения. Видеообращение записал военнослужащий из батальона Камчатка. Он призывает жителей Камчатки не вступать в этот батальон, поскольку это может стать дорогой в один конец. Теракт на центральном автовокзале израильского города Беершева. Вооруженный огнестрельным и холодным оружием мужчина атаковал нескольких людей. Вследствие один человек погиб, и еще десять ранены. Согласно последним данным, террорист был ликвидирован на месте. Однако полиция продолжает поиски его возможных сообщников. Ситуация остается напряженной. В городе усилены меры безопасности. Израиль начал новую наземную операцию в секторе Газа. Армия обороны Израиля объявила об оцеплении города Джабалия на севере Газы. Новая операция направлена на предотвращение возобновления позиций Хамас в регионе, сообщает The Times of Israel. По данным ЦАХАЛ, военные совершили серию авиаударов и артиллерийских обстрелов. Удары были направлены на десятки объектов Хамас. В том числе на склады, оружие, тоннели, базы боевиков и другие инфраструктурные объекты. Операция будет продолжаться столько, сколько будет необходимо, заявили в армии Израиля. Напомню, в понедельник исполнился год с момента вторжения Хамас в Израиль. Израильские военные усиливают свои действия и готовят ответные меры Ирану после недавней крупней ракетной атаки. Президент США призвал Израиль воздержаться от ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана в ответ на ракетный удар 1 октября. Джо Байден подчеркнул необходимость укрепления международного единства, чтобы избежать эскалации конфликта и полномасштабной войны на Ближнем Востоке. В самом же Иране верховный лидер пригрозил Израилю повторными обстрелами. Подробнее в материале. Впервые за последние несколько лет верховный лидер Ирана Аятала Хаминеи выступил с проповедью на пятничной молитве. Как пишет агентство Associated Press, в мечети перед тысячами людей он заявил, что в случае необходимости Иран готов повторить ракетный обстрел Израиля. Хаминеи назвал Тель-Авив, цитирую, «вампирским», выразил поддержку Хизбалей-Хамас и заверил, все связанные с Ираном силы продолжат противостояние с Израилем. После массированного ракетного обстрела Израиля со стороны Ирана Тель-Авив заявил о подготовке ответа на действия Тегерана. Как выяснили журналисты The New York Times, в ожидании ответного израильского удара иранские власти обратились за помощью к России. Они попросили предоставить им данные спутниковой разведки территории Израиля. В Иране сегодня понимают, что они очень уязвимы, так как у Ирана нет такой защиты противоракетной противовоздушной обороны. В Иране сегодня им остается только играть в эту игру и пытаться объяснить о том, что они закончили этот виток, когда они нанесли удар по нам из 180 баллистических ракет. Израиль продолжает изучать различные варианты ответа на ракетный удар Ирана. По данным Financial Times, Тель-Авив активно консультируется с Вашингтоном. Стороны обсуждают возможность израильской атаки на военную и энергетическую инфраструктуру Ирана. Впрочем, президент США Джо Байден сказал, что посоветовал Тель-Авиву не наносить удары по нефтяным объектам Ирана. Израильтяне имеют полное право отвечать на жестокие нападения на них, причем не только со стороны иранцев, но и со стороны всех – Хизбаллы, Хуситов и так далее. Но дело в том, что они должны быть гораздо более осторожны в отношении жертв среди гражданского населения. Израильтяне еще не решили, как и что они собираются делать в плане нанесения удара. Это обсуждается. Я думаю, что на их месте я бы подумал о других альтернативах, нежели нанесению ударов по нефтяным месторождениям. Пока Джо Байден осторожно высказывается о потенциальном ответе Цахау на ракетную атаку Ирана, кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп призывает Израиль ударить по иранским ядерным объектам. Когда они задали Байдену этот вопрос, ответ должен был быть таким. Сначала нанесите удар по ядерному объекту, а об остальном побеспокойтесь потом. И именно поэтому они должны это сделать, если собираются. Близость выборов. Вот в чем причина такой разницы в риторике Байдена и Трампа, говорят эксперты. Байдену совершенно сейчас не нужна новая такая региональная война во время выборов, потому что Трамп, вне всяких сомнений, обвинит во всем Байдена и Камалу Харрис в том, что они довели мир до большой войны на Ближнем Востоке. То есть Байдену надо будет эту войну закончить побыстрее, поэтому если уже Америка подключится к этой истории, то наверняка действия будут очень и очень масштабные и удары будут наноситься такие, чтобы война закончилась побыстрее. По информации СНН в Белом доме пока не знают, когда Израиль планирует ответить Ирану. Более того, издание, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что Вашингтон не получил от Тель-Авива никаких гарантий того, что Цахау не ударит по ядерным объектам Тегерана. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал больше государств присоединиться к патронату над регионами Украины. Соответствующие заявления он опубликовал в соцсети Икс. Со слов Сибиги, патронат стран-партнеров над украинскими городами и регионами имеет большой потенциал, а также позволяет оказывать поддержку непосредственно людям на местах. Кроме того, он напомнил, что ряд союзников уже присоединились к этой инициативе. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прибыл в Украину с неанонсированным визитом. Об этом стало известно из его соцсетей. Министр уже посетил Харьков и напомнил подписчикам, что город находится всего в 40 километрах от границы с Россией. Напомню, свой первый на посту зарубежный визит Брекельманс совершил в Украину за считанные дни после назначения нового правительства Нидерландов. Тогда они с новым главой МИДа посетили Одессу. В Харькове я видел последствия мощных российских бомбардировок. Разрушены квартиры, дефицит электроэнергии. Дети ходят в школу в бункерах. Украина может защититься от этого, только держа Россию на большем расстоянии. Рубен Брекельманс, министр обороны Нидерландов в соцсети ИКС. Литовские таможенники обнаружили в пассажирских поездах, следовавших из Калининграда в Москву, четыре партии с различными предметами военного назначения, сообщает Делфи. Среди найденного, в частности, камуфляж, зимняя форма и маскировочные сетки. По данным таможенников, такие грузы, предназначенные для российских сил на войне против Украины, обычно отправляют члены различных общественных организаций в Калининграде. Конфискованный товар литовская таможня передаст Киеву. «Газпром» – самая убыточная компания в России по итогам 2023 года. Для сравнения, в 2022-м «Форбс» назвал «Газпром» наиболее успешным бизнесом в Федерации. Госкомпании не удалось достичь прежних уровней дохода после потери европейского рынка. А санкционная политика Запада в отношении страны-агрессора ставит под вопрос перспективы развития газодобывающей отрасли России. Тема продолжим далее. До начала полномасштабного вторжения России в Украину «Газпром» возглавлял списки самых прибыльных российских компаний. Но после того, как союзники Киева отказались покупать российские энергоресурсы, ситуация кардинально изменилась. Судя по опубликованному кампании и отчету, в 2023 году «Газпром» потерял более 6 миллиардов долларов. Новость об этом еще сильнее подкосила позиции госкорпорации. Рекордный убыток. «Газпром» докатился до убытков. Кажется, СМИ соревновались между собой в погоне за самым громким паническим заголовком о финансовых результатах «Газпрома» по итогам 2023 года. Видимо, эти заголовки повлияли и на инвесторов на московской бирже. За неделю с момента публикации отчета стоимость акций «Газпрома» снизилась на 6% до 154 рублей. Из публикации издания «Форбс». Экспорт российского трубопроводного газа за 2023 год составил почти 100 миллиардов кубометров. Это вдвое меньше, чем в 2021. Но в отчете нет ни слова о том, что убытки вызваны уменьшением продаж. Вместо этого там говорится, что потери связаны с обесцениванием нефинансовых активов и разницей в курсах валют. Как предприятие настолько убыточное может продолжать жить, а я вам расскажу. Они будут брать из бюджета, они будут воровать у собственного народа через инфляцию, через печатание денег. Это же прекрасная возможность красть деньги, показывая, что кто-то покупает газ дорого и не расплачивается, например. Или кто-то покупает газ дорого, и поэтому он убытка, но при этом процесс продолжается. При уменьшении объемов экспорта компания наращивает добычу газа. В первом полугодии 2024-го она составила 208 миллиардов кубометров. Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Правда, в «Газпроме» отчитались о росте поставок газа в Китай, Узбекистан и Казахстан. Но удастся ли реализовать все добытое топливо, пока неизвестно. Если нет, то корпорация потеряет большие средства на обслуживание газовой инфраструктуры. Месторождение не пережило того, что в один прекрасный момент у них взяли и прикрутили ветер на целые 150 миллиардов кубометров газ. Каждая третья скважина не переживает того, чтобы задвижка была закручена. То есть, грубо говоря, тысячи скважин «Газпрома» оказались в ситуации, когда после закрытия задвижки их можно только на капитальный ремонт ставить. По информации Reuters, как минимум 19 компаний из 11 стран Евросоюза подали иски против «Газпрома» за нарушение контрактов. Речь идет о претензиях на общую сумму в 20,5 миллиардов долларов. Самый большой иск на 13 миллиардов евро от немецкой компании «Юнифер» уже удовлетворен стокгольмским арбитражным судом. Общая сумма претензий к «Газпрому» превышает его чистый доход от продажи газа на все внешние рынки вместе взятые, подсчитали аналитики. Важные новости читайте на телеграм-канале Freedom. Найти страницу поможет QR-код на экране. Сканируйте, переходите по ссылке и первыми узнавайте о главных новостях в Украине и мире. Ну а в этом выпуске ставим точку. Эфир Freedom продолжит Каролина Король. До встречи в эфире.